Дух и мудрость Тайм, света и неизведанных возможностей Каждый из нас на разных этапах своей жизни открывает этот мир по-своему Но среди нас всегда были те, кто был рожден, чтобы носить в себе искру волшебства древной духовности Помогать простому смертному прикоснуться к сакральному миру предков Или высшей реальность, установить с ней незримую и прочную связь Это хранители традиционных знаний и культуры И если народ все еще чтит своих хранителей, то этот народ еще жив Сказание по самонас – это одно из самых таинственных и самых ярких явлений в культуре и жизни Харвиза Согласно миропониманию Харвиза, все сущие в этом мире живет на стыке трех миров Мира материи или форм, мира разума или символа, мира духов или энергии И сказание о великом Манасе для Харвиза тоже существует в трех этих измерениях Так, с одной стороны, сказание о Манасе – это эпическое произведение о великом народном герое Которое отличается своим уникальным сюжетом, композицией, богатством языка, объемом и разнообразием вариантов В тысячах стихотворных строк из поколений в поколение Харвиза передают историю великого воина-кочерника Манаса и его потомков Историю своего кочевого бытия Эпос Манас Харвиза в былые времена называли «Джомок», что означает «волшебное сказание» А сказителей народ с любовью обозначал слогом «Джомокчу» – «волшебный сказитель» С другой стороны, сказание о Манасе – это источник символов ценности Очень важных для сохранения и здоровой жизнедеятельности каждого народа В этом смысле Манас и его сподвижники из века в век для Харвизов Являлись символом морально-нравственных ценностей и качеств человека Единства, мужества и стойкости народа, его духовного покровительства и наставничества К примеру, великодушие, сила и мужество самого героя Манаса Мудрость и самообладание его самого верного сподвижника – Бакая Женственность, смиренность и преданность к Ханаке Харвизы всегда считали эталоном высокого нравственного человека Субтитры создавал DimaTorzok Сказание Манасе – это способ духовного воздействия Или позитивного изменения сознания и энергетики человека и окружающей среды В этом смысле речь больше идет о феномене сказания эпоса Манаса Харвизы давно подметили, что живое сказывание Манаса Обладает некой сверхъестественной силой И может влиять на состояние человека, животных и природы Большинство одаренных сказителей обладали даром исцеления Предвидения, управления погодой и другими сверхспособностями Не менее таинственным является процесс получения сказителем своего дара Или так называемый процесс дару Как правило, начиная с 6-7 лет Будущий сказитель может быть избран миром духов Для выполнения духовной миссии сказителя Очень часто сказительский дар наследуется от предков Через особые сны будущему сказителю герой из мира Манаса Или духе предков сказителей передают дар сказительства Одаренный сказитель никогда не заучивает текст Он просто сказывает, будто описывая мир, который перед ним раскрывается Каждый раз он сказывает по-новому И рисмованные строки не повторяются Субтитры создавал DimaTorzok Как считали предки, через сказители высший мир, мир духов, исцеляет народ И дает ему импульс для самосохранения и развития при любых исторических обстоятельствах Сказители являются своего рода проводниками Или посредниками между миром Манаса и современным обществом Объединение мира Манаса Сказители и слушатели в единую систему Хотя бы на определенное время и являются высшей задачей джемопчу Манасчи, подобно древним шаманам, погружаются в трансовое состояние И своим ритмом сказания, тембром голоса, движением тела, мимикой лица И спонтанно выбранным эпизодом из эпоса Погружают слушателя неизведанные измерения коллективного сознания В неуловимые тонкие вибрации энергии Он будто приводит в движение и выводит духовный мир Заложенный в глубине каждого из нас, на поверхность нашего сознания Слушатель очищается от налета повседневных и часто негативных эмоций и мыслей Разум успокаивается, а сердце вновь начинает ощущать утерянную в суете вечность В такие моменты кажется, что сказитель создан самой вечностью Чтобы напоминать о самой себе своим забывчивым, но всегда и безусловно любимым детям И другие сказители оставили в памяти кыргызского народа неизгладимый след Дав возможность целым поколениям сохранить связь со своими генетическими и духовными корнями Сегодня в Кыргызстане около 20 действующих зрелых носителей сказительского дара Все они живут свою простую человеческую жизнь И неустанно выполняют свою непростую духовную миссию И несмотря на то, что они все еще нуждаются во всесторонней поддержке Своей обычной человеческой жизнью И несмотря на то, что общество в последние годы стало уделять больше внимания Этому уникальному культурно-духовному явлению Самая большая потребность сказителя остается неизменной Эта потребность выщущим и преданным слушателям Которые помнят, что дух и мудрость предков никогда не исчезают И сопровождают нас на протяжении всей нашей жизни Как известно, жилище человека является отражением его внутреннего мира Так и бозье жилище хргыза-кочевника На протяжении многих веков отражает три ключевых качества хргызского народа Его рациональность и практичность в быту Разумность и ориентированность на четкие морально-нравственные ценности В личной и коллективной жизни Глубокая интуитивность и преклонение перед потусторонним или духовным миром Именно эти качества помогали хргызам из века в век оставаться свободным народом Сохранять свою самобытность и развиваться в контексте непростых исторических событий Поэтому можно с уверенностью сказать, что бозье – это есть выражение самой сути хргыза Бозье, как материальное творение кочевника или как часть его материального мира Должен был быть прежде всего мобильным, быстро конструируемым и легким в транспортировке Для изготовления этого удивительного жилища, обтекаемой куполообразной формой Хргызы использовали дерево, кожу и шерсть войлок Это определило другое важное качество этого кочевого жилища – его экологичность Каркас бозье состоит из гереге, тюндюка, ууков и деревянной двери Подобный каркас покрывается войлоком, перевязывается сверху специальными канатами И украшается снаружи и изнутри И завершающий шаг – это украшение бозье снаружи и внутри и обустройство его внутреннего пространства Удивительно, но с виду хрупкое строение на практике оказывается очень прочным и функциональным Она способна выдержать сильные порывы ветра, горить тепло в холодные времена года и прохладу в жаркие дни Бозье – это также часть менталитета хргызов или его ментального мира Поэтому в каждом элементе бозье легко прослеживается мировоззрение хргызского народа Ценности, на которых основывался его кочевой образ жизни Целостность, упорядоченность и гармоничность мироздания Всегда считались высшими принципами жизни для кочев Так, Эпча и Эпчи олицетворяют отношения между женским и мужским началом К примеру, согласно интерпретации хргызского философа Саветпека Абдрасулова Тюндюк и Казан представляют собой соотношение нематериального и материального мира Тюндюк есть символ неба, а Казан – символ земли, плодородия семейного очага Бакан – есть духовный остов или древо жизни, вокруг которого разворачивается развитие Тер и Босого для хргызов являются ничем иным, как входами в два измерения человеческой жизни Тер – это вход в непроявленное сакральное измерение, где живут духи предков Босого, в свою очередь, является входом в проявленный земной мир Где кипит суета повседневной жизни И это только самые базовые символы, которые содержат в себе хргызский босый И, наконец, босый – это особое энергетическое пространство Это неотъемлемая часть духовного мира хргызы Издревле считалось, что босый – это таинственный буфер между миром генерата и сотворенным им земным миром В таком пространстве все хорошее и все плохое усиливается Как доказывают многие научные и эзотерические исследования, в углах обычного жилья накапливается негативная энергия Создавая гнетущую атмосферу в доме По всей видимости, в сферическом босый идет постоянное движение и очищение энергии Именно поэтому сон, отдых и просто пребывание в этом удивительном пространстве Оказывает положительное влияние на самочувствие человека Но для того, чтобы из босый получилось именно такое волшебное пространство Босый должен был быть правильно создан истинным мастером И правильно посажен соблюдением всех, прежде всего, духовных правил Именно поэтому хргызы всегда соблюдали определенные ритуалы Для создания правильного или позитивного жилища Именно поэтому хранители знаний об изготовлении босый Испокон веков считались самыми уважаемыми членами сообщества пленей Знания босый, как и большинство традиционных знаний, передаются, как правило, по наследству из поколения в поколение В былые времена мастера по созданию босый были и знатоками ритуалов посадки этого жилища И искусными интерпретаторами всей символики босый Современному миру свойственна фрагментарность И сегодня мастерами по изготовлению босый являются одни Знаниями по правильной посадке босый обладают другие А сакральной символикой босый увлечены третьи Но как бы современный рациональный мир не пытался раздробить и поглотить древние традиции Кыргызам все же удалось через эпохи сохранить сакральный мир босый Чтобы раскрыть его неизведанные грани будущего поколения Сегодня в Кыргызстане существуют целые села Которые специализируются на изготовлении этого необычного жилища Среди истинных мастеров своего дела есть и такие, которые уже прославились далеко за пределами своей страны Кыргызские босые увозят в Германию, Казахстан, Россию и другие страны мира В суете повседневной жизни современному человеку очень легко потерять себя и истинный смысл своего существования Поэтому очень важно временами вырываться из этого всепоглощающего потока событий, людей и вещей Бозуи в сочетании с величественной природой и сегодня может быть считаться тем самым пространством Где есть возможность обрести внутреннее спокойствие Научиться созерцать окружающий мир и вспомнить истинный смысл и ценность самой жизни И, к счастью, у Кыргыза все еще есть хранители великого дара создавать Или бесконечно воспроизводить такое сакральное пространство Живое пространство Бозуи, которое всем своим существом напоминает нам о том Что дух и мудрость предков не исчезают и сопровождают нас на протяжении всей нашей жизни Субтитры создавал DimaTorzok